здравствуйте уважаемый телезритель тема у нас серьезная тема у нас очень нелицеприятная ну уж скажу свое мнение как оно есть есть у меня на канале такая рубрика как противостояние ну извечная тема добро со злом google против фейсбука twitter против инстаграм ну и так далее и тому подобное и так вот я хотел сделать недавно youtube против рутуб но понял что слишком неравное противостояние и давайте-ка более подробно разбираться по чему это противостояние очень даже нерава неравная ну начнем мы с сайта youtube сейчас она подгрузится чуть-чуть мы видим что на сайте youtube можно импотировать видео из google фото можно вести прямые трансляции кстати говоря с недавних пор эта функция есть и вконтакте что безусловно хорошо ну слайд-шоу видеоредактор все это youtube отменят 20 сентября что очень жалко конечно же не у всех есть на компе видеоредактора и очень жалко жалко что youtube удаляет эту функцию 20 сентября но пока еще она у нас есть так что друзья мои давайте быстрее монтируйте свои видео и выкладывать их их в сеть теперь что касается но само противостояние даже не противостояние а скорее сравнение youtube и рутуба можно когда нут вы загрузите видео можно там приделать свою фотографию по различную фотографию главное чтобы там порно сцены не содержались или еще какие-нибудь ну такие уж крайне крайне недозвольные сцены а что мы здесь выйдем на на рутубе на рутубе видео загружается все вот там дается три картинки на выбор которые были в самом видео но нельзя от постороннего сердца врубить картинку но более круче минус очи ну я считаю что это очевидный минус раз ну ладно кто-то скажет диски там на ютубе много обманывают там картинку уставляет одну видео совершенно про другое и и рутуб как бы вот позволяет от этого избавиться всего от обмана я скажу что ваш аргумент безусловно принимаются но но это же на дворе 2000 думаетесь в эту цифру 2017 год уже я не знаю при помощи мобильного устройства можно на гитаре играть а на рутубе прямых трансляций как те было так или нет они доступны вконтакте и еще на каких-то ресурсах но нет на рутубе нет я понимаю конечно вы скажете да рутуб тупорылый плагиатор youtube а я могу парить вам что вот вы лично не знали а например наш ядерное оружие это плагиация американского ядерного оружия да мы выкрыли у них формулу по которой в свое время производился объединенный уран начинка для атомной бомбы советского союза где-то до 1 2 легендарный автомат калашникова это ярко можно и плагиат яркий плагиат с немецкой штурмовой винтовки mp40 или даже mp44 так что тут вопрос не в том кто кого плагиатит а если ты с плагиатил но ты уж добавь такие же функции блин как вот на ю тубе а и потом контакт когда пошел по этому самому принципу когда появился фейсбук потом появился понятно в контакт то давайте посмотрим сейчас на объективную реальность сейчас давайте посмотрим зайдем вк на мою страничку грузится 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 рог вот так вот так вот смотрите что можно сделать можно свою музычку подставить под песенку можно подрисовать как в пейнте можно ставить документ еще одну фотографию да а что на facebook на заходим facebook можно написать фото и видео чувства и все нет понятно и какие-то классные фишки есть конечно же на фейсбуке но есть одно но они либо платные либо как бы они вот как сказать то под виджет не вшит и что немножечко да не немножечко просто неудобно идем дальше сравниваем мы яндекс и google яндекс тоже чистейшей воды плакат гугла но почему яндекс круче гугла давайте посмотрим до google быстрее да как ты лучше но тут просто пишут google страну ну там поиск а если такой вопрос ты был например в лесу грибы собирал заходишь сеть тебе надо узнать новости или там допустим что-то случилось например в твоем родном районе а ты ни слуху ни духу куда бежать кому звонить то делать вообще и поэтому яндексе вот появилась что новостная строка ну тут не только новостная строка тут еще цены на нефть указаны можно посадить расписание . в гугле но в яндексе это делать удобнее короче нет рутуб удобен в целом удобен сайт но этот черный депрессивный цвет это же просто вообще пиздец ну правда ребят ну что за черт что же депрессняк есть смотришь там все эти российские фильмы типа левиафана там или еще какого-нибудь то подумаешь ну да да жизнь у нас не сахар но не то такая же степени твою мать а тут еще рутуб в черном цвете вообще депрессняк в россии полный ну вы ну хотя бы это самое вы идите по стопам пепси да когда кока-кола красная пепси синяя уже позитив ну кто-то может скажу синий цвет там гей там еще кто-то но и все равно это не депрессняк а рутуб это еще тот депрессняк мне ужасно ужасно не нравится его дизайн не цвет а дом 2 народ у меня вообще не нравится и вообще на каком-либо другом сайте тоже это же вообще а теперь мы поговорим что о чем что мне не нравится как как вру тубе ну так и на ю тубе это но у народ убит вкладка топ а на ю тубе это вкладка в тренде нет на данный момент на данный момент видео вкладке в тренде в то более-менее ничего но какими же они упортами бывают это же вообще полный это я понимаю конечно хорошая графика там хороший сценарий игра актеров или там не игра актеров но какой-нибудь случае жизни ну там дескать типа метеорит упал и по башке тебя понадавал да действительно достойно первое место в топе но когда топ первое место ну да футбол самый популярный вид спорта понятно ну на третьем месте что дом 2 вот просто вообще без комментариев на ю тубе еще хлеще но ю тубе еще где-то дебильная вкладка в тренде а вот она что нас на первом месте но это комментируйте не буду там ребят переделали пушкина о кажется нащупал обзор блогеров но знаете в моем понимании делать я как-то сам действительно хотел сделать обзор на блогеров но понял ребята ну какие это вот взять хорошо вам известный ивангай ну вы посмотрите его первые видосы было вид видео но был же нормальный парень там и маме помогал и в дот он играл оке а кем он стал хай ухай с вами ивангай чего который это что шум морду дать не может не может даже куда послать подальше да я вот лично тоже например не умею драться и поэтому мне надо прилетала но но я могу в некоторых ситуациях человек откровенно поставить нахрен если он конечно же того заслуживает а ивангай хуже него только рома желудь рома желудь вообще без комментариев 2012 год худшие ведущие премии муставы то однозначно он потом что премии или нет это был не 2012 год это мы был 2011 но не важно короче рома желудь это точно худший блогер у нас стране тут вы да как врут российские сми а а тут тоже интересно вроде хорошее название хорошая ну там заставку у чувака на канале да у руслана усачева и что мы видим всю историю нет не про коррупционные схемы кремля да как у например у аналогу навального или там никак вот эта самая технология когда-то киселев рвет там майку с гербом российского флага и и показывает там фашистов и бандеровцев на украине как они там православных в церквях насилуют нет он видео у него длится все про китов да про простой мир простые млекопитающие и он делает вывод что врут российские сми давай дорогу российские сми причем тут киты им но это я не смотрел вот тут тоже различные там совет как я заработала бабло как как я заработал бабу там iphone другие какие-то гаджеты но я скажу свою вещь смотрите когда ты обычно не говоришь как там я чего-то так заработал заработала то обычно потом ты не сможешь заработать правильно почему потому что имела советами воспользоваться конкуренты и счет мы естественно и кто-то конечно будет лучше чем ты по но это как бы еще ладно а если ты например заработал ну так скажем не совсем легальным путем а так это же статья вообще так что вот так вот ну 10 самых позорных моментов прямом эфире у каждого случается но в общем короче вы поняли на вкладке в тренде что на рутубе что на ю тубе полное говно но youtube тем не менее лучше он технологично он быстрее чего я желаю и видео хостинку рутуб даешь рутуб такого уровня чтобы достиг как яндекс или как например вконтакте это было бы здорово спасибо за внимание и напоследок от меня всегда хотел это сказать хай ухай с вами иван гай ну что хайпанем немножечко хайпанем